Так, ну, понеслась, что называется. И давайте начнем с небольшой вводной части. Есть у меня аналитика, которую хотелось бы вам показать. Поговорим о том, что вообще такое интернет-бизнес сегодня. Вообще вся вот эта история с интернет-магазинами, она достаточно сильно поменялась за последние несколько лет. И с чем мы сейчас уже столкнулись, это, ну, в первую очередь с тем, что большая часть населения уже так или иначе у нас в интернете. Остались какие-то группы пользователей, которые у нас еще пока не в интернете. Остались группы пользователей, которые, наверное, в интернет уже и не полезут, и не будут там проводить время или тратить какие-то деньги. Вот. И ситуация сложилась таким образом, что пользователи крупных городов, миллионников, там, то, что около миллионников, они уже все давно в интернете. И прирост вот той аудитории, с которой мы можем работать, он, возможно, в принципе, наверное, за счет только каких-то регионов, небольших городков. И на это стоит тоже обращать внимание. Еще один тренд, который стал таким достаточно мощным, популярным в этом году, это, конечно, мобильные устройства. Все больше мобильных устройств популярны. Их используют для выхода в интернет, для оформления заказов, для покупок каких-то, для выбора товаров, которые собираются приобретать. Мы сейчас все это посмотрим на аналитических схемах, на графиках. И, ну, слышали, наверное, да, что вот в этом году компания Google, например, ужесточила требования к мобильным версиям сайтов. Если сайт не имеет мобильной версии или какой-то адаптивной верстки, то он просто будет напросто хуже выдаваться в поисковой выдаче, хуже ранжироваться. Смотрите, вот есть у меня несколько таких слайдов, которые я взял на просторах интернета, да, аналитика и от Яндекса, и от других компаний. Что мы здесь видим? Пока информация у нас есть только за 2014 год, за 2015 год пока ничего такого толкового я, честно говоря, не встречал каких-то аналитических исследований. Но вот за 2014 год это тоже, в принципе, показательно. Рост внутрироссийского рынка интернет-торговли составил 35%. Средний чек – 3300 рублей. Доля предоплат для внутрироссийских заказов – 26%. Четверть всех заказов люди делают по предоплате. Доля оплат карточками, то есть не наличными деньгами, а именно картами, да, через интернет-оплату оплачивают. 31% – вот этот показатель постоянно растет. Обязательно надо, как бы, помнить это и давать своим клиентам такую возможность, да, оплачивая через карточки. Еще один интересный слайд – это, смотрите, рост количества покупателей тоже за год составил 37%. 30% используют мобильные устройства для выбора товаров. 17% пользователей используют мобильные устройства для покупок в интернете. И вот тоже интересная цифра – 9% заказов сделано при помощи только телефона или только планшета, то есть без обращения к ноутбуку или к обыкновенному компьютеру. И в то же время годовой прирост числа пользователей. Смотрите, вот этот слайд компании Яндекс, он падает. За последние 10 лет он значительно выпал, да, там, с порядка, там, 30 миллионов человек до 10 миллионов человек в год. Вот. О чем это говорит? То, что получается у нас такая картина, что прирост числа пользователей у нас уменьшается, а количество пользователей растет. И это значит, что вам, как владельцам интернет-магазинов, надо учиться работать с той аудиторией, которая уже есть. Вам надо как можно больше конвертировать посетителей вашего сайта в покупателей. То есть, чтобы люди не просто заходили на ваш сайт, но и становились обязательно вашими клиентами. Ну и впоследствии возвращались, становились лояльными клиентами, покупали именно в вашем интернет-магазине. Кроме того, ваш сайт должен, конечно, угадывать желания и потребности посетителей. У нас есть кое-какие инструменты для этого, мы с вами сегодня про них немножечко поговорим. Ну и, конечно, ваш сайт должен быть адаптирован к мобильному рынку, к мобильным устройствам. И про это тоже мы сегодня с вами коснемся. Для тех, кто не знаком с платформой Bittrex, ну расскажу в двух словах, что это такое. Платформа, в принципе, для всех видов бизнесов, от каких-то небольших компаний, которым нужен просто сайт-визитка, до крупных торговых площадок, которым нужны крупные интернет-магазины. Ну, в принципе, платформа, которая соответствует всем современным требованиям рынка. На данный момент платформа Bittrex, ну, уже сейчас то, что я буду показывать, доступна уже в редакции 16.0. Пока в бета-версии, по-моему, в публичную версию это еще не реализовывали некоторые функционалы. Ну, в бете уже можно скачать, посмотреть, как это работает. С нашей платформы работают более 140 тысяч клиентов. Более 20, уже больше 27 тысяч, и, по-моему, даже большая цифра интернет-магазинов, которые работают на платформе Bittrex. Более 12 тысяч партнеров веб-студий, веб-разработчиков, которые делают сайты на нашей платформе. Мы сами созданием сайтов не занимаемся. У нас все это, всеми этими вещами занимаются наши компании-партнеры. Есть у нас еще интересная такая штука, как Marketplace. Тоже чуть-чуть сегодня коснусь. Это место, сайт, в котором вы можете скачивать всякие веб-приложения для вашего сайта, тем самым расширяя функционал. Ну, и также какие-то готовые уже интернет-магазины, готовые решения, также доступны. То есть, мы рекомендуем даже для старта своего бизнеса в интернете использовать уже какие-то готовые решения. Позволяет сэкономить и время, и деньги ваши для того, чтобы запуститься. Потом уже это можно все развивать. Ну, смотрите. Вы решили открыть свой интернет-магазин с минимальными рисками и издержками. С чего начать? Ну, как я говорил, да, уже в Marketplace есть много разных готовых решений. И у нас есть свое готовое решение. Это как раз интернет-магазин одежда. Универсальный интернет-магазин, как мы его называем. Уже содержит адаптивный дизайн интернет-магазина. То есть, дизайн, который будет одинаково хорошо показываться как на мобильных устройствах, так и на обычном компьютере. Содержит уже какие-то настроенные сервисы и типовой контент. Есть свой мастер установки и настройки магазина. Есть демо-версия мобильного интернет-магазина. Есть приложение для администрирования бесплатное, которое можно там в App Store или Google Play скачать. Ну, в принципе, весь тот функционал платформы 1SB-3 с правом сайтом, про который мы рассказываем, он, естественно, весь будет доступен в этом готовом решении. Как происходит процесс установки? Ну, в принципе, вы можете открыть, вот, если еще не пользовались, не работали с Bittrex, вы можете открыть такой сайт, bitrexlabs.ru называется он. Вот он, bitrexlabs.ru, да, и прямо здесь, ну, в принципе, можно попробовать даже прямо сейчас запустить демо-версию. Просто введете там, придумаете какой-то пароль себе, создаете демонстрационный сайт, и на три часа будет доступен вам демо-версия нашего программного продукта. Либо на сайте 1SB-3.ru вы можете скачать, там в разделе скачать, управление сайтом, скачать как раз демонстрационную версию, пока версии 15.5. Ну, можно после установки включить режим загрузки бета-версии, обновиться, там некоторые модули уже у нас до 16.0 дошли. Ну, давайте, наверное, все-таки еще раз вкратце покажу, как происходит установка, да, то есть вы выберете какой-то уже готовый шаблон, который мы предлагаем, выберите цветовую тему, заполните информацию о своем сайте, какие-то простейшие настройки торгового каталога, например, включить складской учет, либо, если вы не планируете использовать складской учет на вашем сайте, можете его не включать. Вот, информация о магазине, какие-то банковские реквизиты, выбираете, с какими типами плательщиков собираетесь работать, там юрлицы, физлицы, указываете способы оплаты и местоположения, выбираете, да, то есть где вы будете продавать свои товары, там только по России, например, или Россию, Украину, Казахстан, или по всему миру, какие способы оплаты будут на вашем сайте, например, только наличные, только Сбербанк, там безналичный расчет через какие-то сервисы, ну, это все в процессе установки можно выбрать, либо потом настроить это уже в админке, и после установки у вас появится вот такой вот сайт, сейчас я его открою, у меня здесь в браузере, ну, вот так у нас на данный момент он выглядит, да, то есть здесь какие-то названия нашего интернет-магазина, контактные данные, информация о работе, каталог товаров, там, если что, можно перейти в какой-то раздел, естественно, строчка поиска, причем это умный поиск, как в Яндексе, да, то есть я начал набирать платье, он мне сразу выдает ссылочки на какие-то товары, платье, ну, вот, такой вот тут рекламный баннер, можно сказать, ну, сейчас в новой версии вот нашего адаптивного решения появилась возможность такие вот видеоролики, да, встраивать сюда. Кнопки соцсетей, рассылка, какая-то информация там про, как раз про коллекцию нижнего белья, тренды сезон, какие-то товары здесь у нас выведены, там, с Твиттера, сразу, да, трансляция идет, информация о магазине полезная, ну, что внизу еще, опять баннер какой-то с рекламой, блоки новостей, опять соцсети, кнопочки, в подвале стандартно уже дублируются у нас, каталог товаров и какое-то меню магазина, возможность оформления подписки на рассылку, то есть, ну, в принципе, весь тот функционал, который вы обычно видите в каких-то стандартных уже, наверное, интернет-магазинах, то есть все есть, можно просто этим брать и пользоваться. Да, причем, когда я говорил о том, что это адаптивный сайт, я сейчас включу, у меня хром, я жму страничку, кнопочку F12 жму и вот, например, как у меня на пятом айфоне будет выглядеть тот же самый магазин, да, видите, что немножечко здесь изменилось, то есть как было, оп, как стало. Вот, мы можем прямо здесь как-то переходить в карточку товара, уже работать с ней. Ну, есть пока еще в адаптивной верстке некоторые грехи, потому что пока у меня бета-версия стоит, я думаю, в ближайшее время в стабильной версии все это будет исправлено. Ну, там у меня кнопочка одна улетела. Страничка, страница товара, детальная страница товара, ну, естественно, что у нас здесь должно быть. Если товар продается как торговое предложение, то есть один и тот же товар, но разных цветов, либо разных размеров, то здесь у нас есть возможность выбрать, ну, например, в данном случае тот размер, который нас интересует, да, мы сразу видим артикул, у нас меняются товары. Картинки, ну, конечно, там для каждого цвета свои будут. Детальное описание здесь у нас, какие-то графические элементы мы добавили, да, здесь, ну, в данном случае, там, например, какие-то такие, типа, стикеров с информацией, там, о доставке, примерке, поддержке. Вот, есть возможность сразу какой-то комментарий написать, причем можно прямо на Фейсбуке все это разместить. Информация о наличии на складах. У меня здесь два склада заведено, как раз видно остаток, да. Я показываю прямо точное количество, ну, можно в настройках сделать так, чтобы показывалось, например, многое осталось или немного, или как-то по-другому назвать. И интересный блок персональных рекомендаций, ну, попозже про это расскажу, но вот обращу сейчас на него внимание. Вот так вот выглядит, ну, обычный, стандартный наш универсальный интернет-магазин. Что здесь еще интересно? Давайте, наверное, в раздел, например, «Платье» зайдем. Когда мы находимся в каком-то разделе, да, то страничка у раздела «Каталог товаров» есть такая удобная штука, как «Умный фильтр», который позволяет, там, в зависимости от тех или иных параметров, подобрать вам какой-то товар. Например, штаны красного цвета меня интересуют. Например, я жду красный, показать. Ну, вот он мне предлагает выбрать здесь. Да, в карточке товара я вижу, что у меня есть штаны такие, красного цвета. Давайте, наверное, сразу куплю, и мы с вами попадем в корзину. Корзина – то место, в котором наш клиент уже принимает какое-то окончательное решение. Поэтому мы должны ему дать варианты изменить количество товара, изменить цвет, если у нас товар разного цвета или разных размеров. То есть, ну, все какие-то основные манипуляции с товаром покупатель должен здесь уметь сделать. Например, какой-то товар удалить или отложить его для дальнейшей покупки. Например, я сделаю так, отложить, у меня будет здесь в отложенных, я всегда смогу к нему вернуться. Ну и, в принципе, уже здесь можно дальше оформить заказ, указать информацию, которая нам необходима. И данный заказ у нас появится в личной корзине пользователя. Ах, слетела у меня администрация, авторизация. Сейчас попробуем восстановиться. Зайду пока сюда. Хотел показать вам сейчас админку. Так, если по публичной части какие-то вопросы у вас, может быть, возникли, то вы можете их написать мне сейчас в разделе «Questions». Я их сейчас посмотрю. Нет, пока никаких вопросов нет. Да, ну тогда продолжаем. Давайте, наверное, теперь посмотрим, как происходит управление интернет-магазином. Все, открою у себя. У меня такой тестовый есть. Мой интернет-магазин. Да, что ж такое. Да, что ж такое. И когда я авторизуюсь на нем как администратор, у меня сверху появляется вот такая вот панелька серая, где я могу создавать какие-то страницы, изменять разделы, управлять меню. И, наверное, самая интересная здесь штука – это вот такой вот режим правки, откуда я могу какие-то манипуляции в принципе, с любой областью совершать. Ну, например, изменить номер телефона. Да, было 06. Сделаю сейчас. 212. 8707. Телефон у меня поменялся. Если я сделаю что-то неправильно, то всегда могу отменить какие-то изменения, которые я делал. И все вернется на старую версию. Опять же, прямо отсюда можно каким-то образом, ну, например, изменить товар. Да, ну, например, нижнее белье, розбой, смущение. Ну, я могу и название изменить, и какие-то там мета-описания здесь добавить. Ну, причем, как вручную, так и используя такой вот SEO-генератор, допустим, который будет автоматически генерировать описание товара, исходя из каких-то свойств, например, там, название каталога, название раздела каталога, да, то есть, если находится у нас данный товар в разделе белье, то будет там сюда автоматически подставляться переменную, если мы указали, там, здесь на им, на разделу, здесь на им, ну, здесь у нас подставится там название товара. Опять же, здесь там цену, если что, можем отредактировать, фотографии какие-то там добавить, удалить, ну, и так далее. В принципе, все управление товаром доступно прямо с публичной части. Другой раздел перекинуть тоже не проблема. Прямо здесь это делается. Так, давайте, наверное, публичку сейчас закрою. Ну, что касается публичной части, наверное, здесь особо много не буду рассказывать. Давайте, наверное, перейдем уже в раздел администрирования и посмотрим, что у нас здесь происходит. Я сейчас буквально отключусь на пару минуток. Вы пока можете написать мне свои вопросы. Я сейчас пока просто авторизуюсь еще раз под другим пользователем, на другой сайт. Хочу просто зайти и показать вам кое-какие интересные примеры. А пока напишите мне свои вопросы, пожалуйста. Так, давайте посмотрю сейчас, есть ли какие-то вопросы. Тестировался ли умный фильтр на 25 тысяч и более товаров? Ну, смотрите, насколько я знаю, да. Дело в том, что умный фильтр мы сейчас сделали специальную такую штуку, как фасеты. Это, по-моему, появилось еще в прошлом релизе, в прошлом или в позапрошлом. То есть для каждого товара создается своя фасета, которая хранится, грубо говоря, в отдельной базе данных. И, соответственно, выборка товаров в умном фильтре, в котором больше 10 тысяч позиций в каталоге, она как раз происходит из этих фасет и работает достаточно быстро. Можно ли будет получить видео этого семинара на e-mail? Ну, по-моему, да, будет всем рассылаться видео на e-mail. Я отмечу ваш e-mail и сам персонально, если что, вам пришлю. Так, 1С тоже будет меняться, товар изменен на сайте вручную. Ну, информация с 1С-кой у нас синхронизируется по товарам, по ценам, по каким-то свойствам. У нас есть отдельный вебинар по 1С-у. Давайте, наверное, я вам даже покажу, где это находится, потому что вопрос достаточно актуальный. У нас на сайте 1С-битрикс.ру. Просто буквально недавно проходила, по-моему, раздел «Компания», «Мероприятия». Давайте вместе с вами посмотрим вебинары. Так, вот, живой мастер-класс по интеграции управления заказами 1С. Вот видеозапись здесь находится. Ну, можете нажать кнопку «Принтскрин» и запомнить URL. Можете еще раз, да, как я показывал, сейчас скажу, какого числа это происходило. 10 декабря был этот вебинар, то есть на нашем сайте раздел «Компания», «Мероприятия», «Вебинары». И от 10 декабря смотрите вебинарчик. Вот она, видеозапись здесь будет. Прямо страничку можете открыть и посмотреть. Вот все, что касается интеграции с 1С-кой, описано в этом вебинаре. Я вам единственное, что могу рассказать, давайте, наверное, пару слайдов покажу. Вообще про, наверное, заведение товаров, каталог товаров. То есть, естественно, можно товары заводить вручную. Это, наверное, актуально для каких-то небольших интернет-магазинов. Но когда интернет-магазин более-менее становится крупным, у него, конечно, появляется уже отдельная своя учетная система. И наверняка это будет система 1С-кой. Потому что у нас так принято в стране, что в основном все работают с 1С-кой. Что мы умеем? Во-первых, мы можем импортировать каталог товаров из 1С-ки, каталог товаров и цен. Можно подгрузить это из каталога из какого-то XML-файла или из CSV-файла, если у вас в Excel где-то что-то сделано. Есть свой складской учет, если вы еще не готовы к тому, чтобы ввести складской учет в 1С-ке. То есть можно заводить поставщиков, заводить склады, приходовать товар на склады, перемещать между складами товар, списывать, резервировать, отчеты какие-то строить, смотреть и так далее. То есть это лучше, это удобнее, чем ввести какой-то складской учет в Excel. Можно делать прямо все в отминке. И когда уже заказов становится больше, да, у нас, конечно, есть интеграция с 1С-кой, причем реал-тайм интеграция, прям режим реального времени. Не знаю, не думаю, что это прям сильно актуально для интернет-магазина одежды, режим реального времени. Но, тем не менее, есть такая возможность. Что умеем? Ну, во-первых, обмен данными по товарам, то есть прайс-лист, каталог товаров, цены, остатки, приемы и обработки заказов. Тут по-разному можно работать. То есть вы можете заказы эти обрабатывать в админке на сайте. Я покажу еще, как это работает. А можете сайт использовать, грубо говоря, как витрину, на котором вы демонстрируете ваши товары. А заказы, все, которые будут оформляться, они будут уходить вам в Одинайску, и менеджер будет работать с этими заказами именно в Одинайске. Вот. Ну, как уже вы будете использовать это, от вас зависит, грубо говоря, от бизнес-модели вашего бизнеса, как вы решите, так и будет работать. Как вашим менеджерам будет удобнее в Одинайске все вещи вести, либо на сайте в админке. Посмотрим с вами. Сегодня еще про это. Так, давайте... Вижу много вопросов, давайте еще поотвечаю. Так. Возможно ли применение стандартного шаблона текущего магазина установлено ранее в версии 11, например? Вы знаете, но я думаю, вряд ли получится. Потому что много функционалов, на которые стал вот этот новый шаблон завязан, в 11 версии еще не поддерживается. То есть, ну, если только вручную как-то попробовать, ну, не подскажу. Если нет товара на остатках, как сделать так, чтобы он не отображался? Ну, вам надо документации почитать, как... Я могу даже ссылку дать, прям подробно расписано, как это настраивается. Но сейчас в рамках этого вебинара не буду, наверное, показывать. Но есть такая возможность. Я запомнил вопрос, после вебинара с вами свяжусь. Так, админку хотят на другой язык. Ну, давайте посмотрим с вами. Есть такая возможность. Попробую. Так. По-моему, вот здесь вот, да, переключается. Да, ну, пожалуйста, на другом языке админку. Как раз на английском. Работайте, как вам удобно. Так, как поставить свойства для отображения характеристики товаров. Ну, тоже, знаете, вопрос такой звучит. Как поставить свойства для отображения характеристики товаров. Тоже описано в документации. Ну, дам ссылочку. У нас сегодня больше такой ознакомительный вебинар. Если останется время у меня в конце, то в конце я давайте покажу, как это делается. Ну, расскажу про это. Либо дам ссылочку на документацию, когда будет мой коллега выступать. Так, можно ли сделать так, чтобы прямо на странице товара пользователь мог нажать на кнопку «Отложить»? Ну, смотрите, в типовом функционале, вот в стандартном шаблоне, который я сегодня показываю, такого нет, но это реализуемо. И, не знаю, мне кажется, во второй части Михаил, когда будет рассказывать, что, по-моему, там есть такой, ну, что-то такое у них реализовано в их типовом шаблоне. Можно будет поспрашивать. Во всяком случае, это реализуемо. Другой вопрос, тут еще можно поспорить, а надо ли это делать. Так, после обновления платформы до текущей. Это, видимо, спрашивает у меня про 11-ю версию интернет-магазина и новый шаблон. Да, можете перейти. Возможно ли купить лицензию «Битрикс Малый бизнес» без отображения онлайн-оставки по складу? Один раз в день выгружать остатки из 1С вручную для отображения на сайте интернет-магазина. Еще раз прочитаю вопрос. Возможно ли купить лицензию «Битрикс Малый бизнес» без отображения онлайн-оставков по складу? Один раз в день выгружать остатки из 1С вручную для отображения на сайте интернет-магазина? Так, не очень понимаю вопрос, честно говоря. Ну да, возможно, наверное. Жанна, давайте подробнее пообщаемся, дам свои контакты в конце, можно будет сегодня зазвониться. Есть ли возможность создания функционала для заказа в один клик без регистрации пользователя? Есть такая возможность. По-моему, в Marketplace есть такое решение. Давайте тоже в конце даже вместе с вами посмотрим такую штуку в Marketplace. Это уже после того, как Михаил выступит, потому что, мне кажется, такая возможность есть в их типовом решении. Ну и то есть, что хотелось бы сказать. То типовое решение, которое я вам сегодня показывал, оно, в принципе, универсальное. Там много разного функционала, и, конечно, я показал далеко не весь. Мне хотелось именно сказать, что возможностей много. Можно просто брать этим и пользоваться. Либо не пользоваться. Давайте, наверное, сейчас я на другом интернет-магазине покажу, как у нас выглядит админ. Мы можем посмотреть здесь, да, какой-то, в первую очередь, такой вот рабочий стол, где можно увидеть какую-то информацию по заказам, по статистике посещения нашего сайта. Заказов у нас здесь давно никто ничего не покупал. Посмотрим на моем. Ну, тоже посещаемость небольшая. Заказы где-то вот на днях только тот что-то купил, якобы. Потому что это демонстрационный магазин, там, естественно, никаких настоящих продаж нет. Из чего еще состоит у нас админка? Ну, естественно, это раздел «Контент», где мы можем управлять структурой сайта, файлами, папками, какими-то каталогами товаров наших. Новый раздел, который появился, это маркетинг. Про него сейчас отдельно поговорим. Раздел «Магазин». Здесь все, что касается нашего интернет-магазина. Раздел «Сервисы». Здесь разные сервисы, которые есть в Битриксе. Я не буду сегодня про них рассказывать, наверное, практически вообще. Ну, так в двух словах, да, там, что-то возможно создавать какие-то вопросы, заводить какие-то веб-формы, которые будут заполнять пользователи вашего сайта. Управление формами, блогами, техподдержкой, если есть на вашем сайте и так далее. Раздел «Аналитика» позволяет смотреть статистику по посещаемости вашего сайта, управлять какими-то рекламными кампаниями, заводить новые события и так далее. Раздел «Маркетплейс», про него сегодня в конце еще коснемся. Ну и «Настройки», да, то есть все настройки вашего интернет-магазина. Что еще в первую очередь хотелось показать из таких новинок важных? Во-первых, в разделе «Магазин» есть такая штука, как «Мастер-магазин». «Мастер-магазин» — это своего рода «Help», такой, не знаю, по-английски это называется «Гайд», где вы можете видеть рекомендации по тому, что вам надо настроить, какие сервисы, что вам надо ввести, какие данные заполнить для того, чтобы запустить в первую очередь ваш интернет-магазин. Потом, что надо делать для того, чтобы интернет-магазин уже после открытия корректно работал, проверить, чтобы был настроен адаптивный дизайн, запустить рассылки электронные письма, например. Ну и после того, как все работает, настроено обслуживание интернет-магазина, следим за его здоровьем. Тоже следим за скоростью работы интернет-магазина. Тут прям такие шаги. Например, вот сюда, если перейдем, скорость сайта. Здесь у нас сразу есть какое-то задание. Вот оно написано «Проверьте скорость работы вашего сайта и убедите, что он работает быстро». Прошу прощения. Здесь мы можем видеть, что у нас работает быстро, что наш интернет-магазин оптимизирован. Сразу мы можем видеть, какой процесс у нас, сколько времени занимает в общей загрузке. Что самое важное здесь, это то, что вот эта скорость показывается, это скорость загрузки вашего сайта в браузере пользователя. То есть это не скорость, с которой сайт отдается от хостинга клиенту, а именно скорость открытия интернет-магазина у вашего пользователя. Это разные вещи, про это стоит помнить. Но опять же, да, здесь есть, если что, документация, какие-то прям видеоролики, тут ссылка на обучающий урок. И что касается вообще обучения, то давайте, например, перейду в какую-нибудь сюда, например. Сейчас поговорим про этот инструмент. Что касается вообще помощи и обучения, да, много вопросов сегодня было. У нас в 16-й версии появилась вот такая клевая штука, как, называем, помощник Bittrex, поддержка Bittrex24. То есть в зависимости от того, в каком разделе админки вы находитесь, вы жмете сюда на раздел «Помощь». Здесь сразу пошли ссылки на учебные курсы, да, вот мы находимся на страничке «Сводная страница конверсии». Сразу здесь ссылочки на учебные курсы какие-то, там, справочные материалы, поиск на какие-то, быстрый поиск, там, найти ответ на какой-то. Прямо здесь можете вопрос набрать и посмотреть, может, есть какие-то похожие вопросы и ответы на них. Вот. Если не нашли вы какой-то информации, то можете вот специалисту предложить, какую информацию надо добавить сюда. Ну и уж, если что-то у вас там не работает, или не можете разобраться, не нашли ответа на какой-то свой вопрос, то можете прямо здесь написать вопрос «Техническую поддержку». Очень клевая штука, очень удобная. Поэтому обязательно, после того, как обновитесь до последней версии, пользуйтесь. Про что хотелось бы говорить, наверное, вот сейчас перескочу на... Немножечко на презентацию и поговорим чуть-чуть про конверсию интернет-магазина. Что вообще это такое и как ее измерять? Ну, понятно, да, что чем лучше ваша конверсия, тем больше вы сможете заработать. Например, что вообще такое конверсия, с чего следует начать? К вам на сайт зашло тысячу посетителей. Из этих тысячи посетителей 10 человек сделали заказы, то есть оформили 10 заказов. Это значит, что конверсия вашего сайта составляет 1%. Ну, по опыту могу сказать, что 1% – это очень неплохая конверсия для интернет-магазина. Не только в России, а вообще. Это на самом деле очень хороший показатель. Вот. Ну, допустим, если зашло к вам та же самая тысяча посетителей, но сделали уже 30 заказов, то конверсия уже 3%. И денег вы, соответственно, заработали наверняка больше. Вот. Поэтому за конверсию надо, стоит бороться. Мы сделали несколько инструментов, которые позволяют считать вашу конверсию, анализировать, изучать, в каком случае конверсия будет больше. Вот. И все это доступно прямо с админки, каких-то дополнительных настроек не требует. Можно прямо брать и пользоваться. Ну, вот, например, пульс конверсии. Прямо в режиме реального времени вы можете по каналам, по разным типам устройств смотреть конверсию за выбранный период времени. Давайте на живом примере покажу. Например, с сентября по 31-11. Давайте, наверное, выберем даже не по октябрь, а по сегодняшнее число. Ну, конверсия. Ну, небольшая, 0,35%. Вот. Ну, опять же, это тестовый магазин. И поэтому особо мы здесь не увидим каких-то продаж, ну, потому что это так для себя используется. Ну, вот, например, смотрим устройства, с которых заходили, да. В основном мы заходили с десктопов, с мобильных каких-то устройств не заходили. Ну, и прямо по заказам мы видим, что было сделано 3 заказа на общую сумму 15437 рублей. Вот. Ну, при трафике в 1731 посетитель конверсия у нас составила, там, 0,35 заказов. Это конверсия в оплаченные заказы. Вот. То же самое. Смотреть можем все это по разным устройствам, да, и так далее. Ну, достаточно такой удобный инструмент, который позволяет вот работать с этой конверсией. Еще один удобный инструмент – это так называемое АБ-тестирование. Тут, наверное, тоже лучше покажу на слайде, что это вообще такое. Вообще инструмент, про который многие говорили, многие говорили, что я могу делать, но не многие делали, потому что технологически достаточно сложная штука. Что это вообще такое? Это такой метод, который используется для оценки и управления конверсией сайтов. То есть, смотрите, например, у вас есть два варианта дизайна вашей главной страницы. А – это старый дизайн, а Б – это новый дизайн. Вы хотите проверить, как у вас новый дизайн вообще будет лучше работать или хуже, чем старый. Вы выделяете какое-то количество посетителей вашего сайта для этого эксперимента. И половине этих посетителей вы показываете старый дизайн, а другой половине – новый дизайн. По каждому из вариантов замеряются разные ключевые показатели, ну, в первую очередь, конечно, конверсия. Чем хорошо вот такое ОБ-тестирование в Битриксе, то, что запустить его может любой сотрудник, который даже не имеет такого технического, технических знаний, и буквально вот за пять минут может это сделать. Это уже встроено в продукт, есть несколько готовых сценариев. Давайте, наверное, даже попробуем выбрать здесь единственное, что – новый дизайн. Да вот я боюсь, что нет у меня нового дизайна, ну, хотя посмотрим, как это выглядит. Ну, вот здесь, давайте так, просто на удачу я ткнул два шаблона, вот, например, мобильное приложение такое. Так, выделил там 30% трафика. Можете, в принципе, для всех посетителей это запустить, да, для 100% трафика. И применим это сейчас, сохраним. Ну, и попробуем сейчас запустить его. Попробуем посмотреть отчет. Несколько, конечно, да, ну, пока у нас еще ничего такого не было, да, но вот здесь будет показана конверсия и для версии А, и для версии Б. То есть можно будет сравнить, в каком случае конверсия больше, значит, тот вариант дизайна лучше и работает. Здесь у меня есть слайд, но вживую я это, к сожалению, не покажу. Так, давайте посмотрю, зато, может быть, есть какие-то вопросы. Так, по службе доставки тут Дмитрий спрашивает. Дмитрий, номер тикет напишите мне, я посмотрю. Сколько стоит типовое решение магазина? Я еще покажу. Так, про хайлот-блоки. Отвечу немножечко попозже, немножко не сегодняшняя тема. Оно вообще используется для этих самых, в основном, какие-то свойства товара, по-моему, записываются. В лицензии старт можно бесплатно создавать мобильное приложение для Android и iOS? По-моему, для старта можно. Единственное, попозже тоже посмотрю, гляну, не помню, навскидку. Единственное, про мобильное приложение, наверное, давайте тоже сейчас еще чуть-чуть поподробнее, чуть-чуть попозже расскажу в двух словах поподробнее. Там надо будет дополнительную лицензию брать. Так, мы с вами коротенько пробежались по каким-то основным вещам. То, что касается конверсии, что еще хотелось бы показать? Ну, есть такая штука, да, как бизнес-модель интернет-магазина, которая также берет данные, которые, автоматические данные с вашего интернет-магазина, да, там, посещаемость, валовый доход, конверсию. И вы, что самое интересное, можете эти данные каким-то образом менять там, что-то свое добавлять и смотреть, как у вас будет там расти конверсия. Ну, например, если вы там на рекламу потратите какое-то количество денег, которое сможет привлечь вам определенное количество пользователей. Не буду сейчас про это рассказывать, про это сможете в помощи, в хелпе, посмотреть самостоятельно. Вот. Ну, все, к сожалению, не расскажешь в рамках одного маленького вебинара. Смотрите, еще интересный момент, автоконтекст. Тоже, наверное, покажу слайдом. Расскажу сейчас про... Да, вот он, про контекстную рекламу вообще. Ну, потому что это, наверное, самое популярное, да, один из ключевых инструментов для поиска и привлечения людей. Контекстная реклама. Сделали такую штуку, как управление вашими объявлениями через Яндекс.Директ прямо в админке созданы объявления для конкретных товаров прямо интернет-магазином. Можно их редактировать по-всякому. И самая, наверное, интересная штука – это автобюджет контекста, который будет автоматически включать или выключать контекстную рекламу в зависимости от оставки конкретного товара. То есть бывает, да, такая ситуация, когда у вас товары заводит один менеджер, контекстом занимается какой-то там вообще фрилансер. Вот. У вас товары на сайте уже не продаются, а реклама идет, и люди по этой рекламе переходят, нужного не находят, и расстроенные уходят из вашего магазина. Вот. Чтобы такого избежать, есть такая штука, как автобюджет, который будет автоматически включать или выключать объявления. Вот. Также может автоматически выключать объявления там в зависимости от рентабельности. Вот. Ну и в зависимости от стоимости клика, например. сами вы поставляете верхний порог цены и с этим работаете. Вот. Ждается пока интеграция с Google, пока такого еще нет. Но я думаю, в ближайшее время появится. Так. Про что еще хотелось бы рассказать? Как это выглядит с точки зрения менеджера интернет-магазина, если вы работаете, управляете заказами в админке? Вот. Вот это я сверну часть. Ну, во-первых, есть такой удобный фильтр, который по тем или иным свойствам позволяет отобразить только нужные вам фильтры. Причем вы можете такие фильтры потом разной сложности создавать и сохранять. Например, фильтры заказов, у которых статус уже стоит оплачен. Либо подвисшие. Те, которые приняты, но ожидаются оплачены, либо оплачены, но формируются к отправке. Можно отфильтровать. Вот. Ну, по сути, это те заказы, на которые надо обратить ваше внимание. Ну, и такие фильтры можете создавать самостоятельно, как только для себя, так и для остальных менеджеров интернет-магазина. Давайте, наверное, сейчас посмотрим, что у нас из себя представляет сама карточка заказов. Здесь вся информация о этом заказе какая-то сводная. Да, вы можете, например, какую-то общую информацию закрепить. Да, то есть здесь можно будет скроллить, а здесь у нас какая-то обобщенная информация будет наверху висеть. Ну, я так не люблю, например, работать с заказами. Мне удобно как-то вот так, если что, я могу переключиться, куда мне надо, перескочить. Ну, и в принципе, что здесь у нас есть. Ну, и, естественно, все параметры заказа. Да, статус, с какого сайта был оформлен, когда, когда изменялся. Можно посмотреть историю изменений заказа. Посмотреть анализ заказа, какие документы были созданы по этому заказу. Вся информация, естественно, о покупателе, информация о отгрузке. В последней версии у нас появилась возможность отгружать товар, отгружать заказы разными частями. Например, там хочет клиент, чтобы часть заказа он самостоятельно забрал в пункте выдачи, а часть заказа ему пришла с курьером. Ну, это можно реализовать. Можно как оплатить заказ частями, так и отгрузить заказ частями. Ну, и, естественно, информация о составе заказа. Менеджер может по телефону связаться, уточнить что-то, отредактировать заказ, добавить какой-то товар сюда, предложить что-то клиенту из рекомендуемых товаров. Рекомендуемые товары у нас могут... Можем самостоятельно вручную прописывать, а можем воспользоваться нашим сервисом Big Data. Сейчас тоже в двух словах расскажу про него. Что еще в карточке заказа? Ну, естественно, печать каких-то документов по заказу. Она там прямо отсюда доступна. Вот, то есть, ну, мы можем, в принципе, наверное, даже доступ к какому-то нашему курьеру дать сюда. И он будет самостоятельно с сайта... Если он будет ограничен в правах, например, он не сможет там редактировать заказ, ну, распечатать какие-то документы по заказу он сможет. И уже будет с этими документами товар отгружать. Разные модели поддерживаются, работа. Тут можно подробнее уже обсуждать такие вещи. Так, про что еще хотелось бы рассказать? Ну, про складской учет в двух словах рассказал. Естественно, список покупателей доступен. Да, тоже можно посмотреть там то, что у нас когда покупал. Какую-то статистику по каждому покупателю. По корзинам можно аналитику смотреть. Очень интересно, потому что можно понимать, что у вас люди смотрят на сайте, что кладут в корзины. Ну, и исходя из этого какие-то выводы делать. Естественно, здесь же, да, управление счетами. Если мы какой-то товар подписки передаем, то управление подписками. Ну, слишком много информации. Вот так вот за час, за полтора про это не рассказать. Ну, если что, опять же, да, раздел помощи здесь всегда у вас под рукой. CRM. Здесь можно интегрировать ваш интернет-пагазин с CRM-системой нашей EPITREX24. Причем, ну, CRM-система может использоваться до 12 пользователей абсолютно бесплатно. Вот. Ну, про нее не буду рассказывать. У нас отдельные вебинары есть по BITREX24, по CRM-ке. Но в любом случае вот эти заказы, которые будут сделаны у вас в вашем интернет-магазине, они будут автоматически появляться и в CRM-системе. И, в принципе, менеджер может работать прямо из CRM-ки с этими заказами, связываться с клиентами, выставлять счета и так далее. Так, что еще? Про складской учет в двух словах рассказал. Давайте вернемся к маркетингу. И пару слов про товарный маркетинг. Достаточно важные инструменты – это скидки на товар. У меня есть заведено пару скидок. Ох, какой у нас витрюх сегодня. Так, ну, например, скидки на нижнее белье, да? Покажу сейчас, как вообще выглядит эта скидка, как она заводится. Здесь, например, указано описание, указан тип, какой будет скидки у нас, да? Там в процентах, либо фиксированная сумма. Ну, у меня в данном случае проценты, величина 10%. Будет ли эта скидка единственной, после нее другие скидки не будут применяться или нет. Здесь указываем, опять же, указываем приоритет применимости. Чем больше приоритет, тем первее эта скидка, тем главнее эта скидка и будет, своего рода, как вес, можно сказать, вес скидки такой. Вот, то есть у вас могут несколько скидок быть, да, они друг на друга могут настаиваться, и скидки могут быть, как на все товары. Например, у меня вот здесь условия такие, что скидки в разделе, который называется нижнее белье, все товары, которые в этом разделе находятся, они получают у меня скидку 10%. Ограничений по пользователям, либо по типу цены никаких у меня нет. Ну, я могу эту скидку сделать доступной не для всех сейчас, но всем доступной, например. Да, я перейду сейчас в раздел, давайте, нижнее белье, да, мы увидим, что все товары у нас с скидкой до 10%. А если я сделаю, где у меня, вот тут добавлю какой-то купон, например, например, купон на одну позицию заказа, либо на заказ. Давайте сгенерирую такой код, сохраню всю эту историю. То сейчас мы увидим, что у нас уже, да, скидок абсолютно на все товары нет, но я могу тут купить такой товар. И применить этот код. И обратите внимание, скидка появится у меня, естественно, только на нижнее белье, да, появилась скидочка 10%. На штаны у меня эта скидка не появилась, ну, все потому, что у меня штаны не находятся в разделе нижнее белье, они находятся в разделе штаны. Вот, и вот таким образом можно создавать скидки вообще любой сложности, ну, вплоть до того, не знаю, там, скидка 10% только для тех заказов, которые оплачиваются через Яндекс.Деньги, и которые сделаны в понедельник, среду или пятницу, допустим. Ну, вот такая скидка, да, ну, точно так же здесь добавляется. Выбираете условия, там, например, что у нас товар. Так, как по товару, то есть, ну, разные здесь свойства можно заносить, я сейчас покажу, у меня тут где-то были со скидочками хорошие примеры. Да, ну, вот такая вот, например. Да, мы, скидка у нас выглядела так, вот, как раз 10% в понедельник, среду, пятницу при оплате банковской картой при сумме заказа от 3000 рублей. Вот так вот настройки в данном случае выглядят. Мы применяем скидку 10% к товарам, которые у нас удовлетворяют следующим условиям. И условия у нас такие, что общая стоимость товаров больше или равна 3000 рублей, и платежная система банковская карта, и день недели равно понедельник, среду, пятницу. Вот таким образом это все выглядит. Про что еще хотелось бы рассказать? Конечно, надо бы и про e-mail рассылки рассказать, и про триггерные рассылки, потому что это тоже клевый инструмент для повышения конверстии вашего сайта, но, наверное, уже время немножечко меня поджимает. А напишите мне в вопросах, про что хотелось бы, какую тему озвучить. Я могу немножко рассказать про бигдату, могу про рассылки, могу про мобильную версию. Что больше интересует? А я пока поотвечаю на те вопросы, которые у вас есть. В новом шаблоне предусмотрено при оформлении заказа выбор способа доставки для каждой позиции в заказе. Кирилл, да, и вот по поводу заказа частями. Честно говоря, новый шаблон обновил буквально вот на днях, еще сам не видел. Предлагаю прям вместе посмотреть, но, наверное, не в рамках вебинара. Можно созвониться сегодня, я уточню просто у наших продукт-менеджеров, глянем. Знаю, что будет еще дорабатываться новый шаблон. Надо попробовать еще. Честно говоря, не пробую. Пожалуйста, подскажите, как настроить наценки. Татьяна, скину ссылку на документацию, даже знаю, где это есть. Не буду сейчас рассказывать, а после вебинара скину. Ответ на ваш вопрос. Так, по остаткам тоже отвечу отдельно. Так, ну хотят и триггерные рассылки, и обы-тестирование. Возможно реализовать индивидуальную скидку для каждого экстремного пользователя. Например, чтобы в списке пользователей, в редактировании пользователей было поле введения индивидуальной скидки. Ну, можно, но мне кажется, надо будет чуть-чуть заморочиться. Я бы, я не знаю, если самостоятельно нет сил разбираться, я бы порекомендовал кому-то из партнеров обратиться. Ну, в принципе-то особо сложного там, наверное, ничего нет, но надо немножко повозиться. Так, хорошо, давайте, хотят и триггерные рассылки, и бигдату, и мобильную версию. Давайте попробую рассказать про все, но как-то голубым по Европам получится, к сожалению. Ну, опять же, если подробно, я дам свои контакты, и можно прям будет подробно по любой теме пообщаться. Так, про бигдату я сейчас... Да, ну давайте, ладно. А, сейчас найду слайд про бигдату свой. Нет, сначала у меня, наверное, будут рассылочки. Так, вот вопрос такой. Для б-тестирования дизайна нужно дублировать весь шаблон сайта, или есть возможность подключать шаблон для отдельной страницы? Есть возможность отдельную страничку вообще подключить. Я сейчас покажу, пока этот вопрос еще не закрыт. Где у меня б-тестирование? Вот какие реализованы сейчас сценарии б-тестирования. Ну, во-первых, для всего шаблона сайта, для всего дизайна. Во-вторых, главная страница, детальная карточка страниц, страница корзины, страница оформления заказа, произвольно выбранная страница, ну и что еще будет? Композит с Ден Бигдата. Про все это тоже надо рассказать сегодня. Так, давайте, ладно, начнем с триггерных рассылок. Что вообще такое триггерная рассылка, если кто не знает? Это рассылка, которая генерируется автоматически, в зависимости, которая реагирует на какое-то действие или бездействие клиента, посетителя вашего сайта. Что позволяет? Ну, во-первых, удерживать уже существующую клиентскую базу. Во-вторых, повышать конверсию. У нас сейчас есть семь триггерных рассылок. Есть брошенная корзина, есть отмененный заказ, который стартует сразу при отмене заказа. То есть клиент какой-то заказ сделал, отменил его, ему сразу автоматически сгенерировалось письмо, ушло, что так и так, что случилось, может, мы чем-то можем вам помочь, давайте созвонимся и так далее. Ну, наверняка вы сами с этим встречались, если какие-то покупки в интернет-магазине оформляете. Вот, шаблоны рассылок создаются, ну, есть какие-то штатные шаблоны, есть возможность свои какие-то шаблоны создавать. Не знаю, можно, конечно, попробовать это. Давайте, ладно, попробуем в админке это сделать. Есть у меня какие-то списки рассылок здесь? Да, ну вот, например, забытая корзина у меня, да, какая-то рассылка. Так, условия запуска, давайте посмотрим, следующий шаг. Так, запускается. Условия у нас, так, ну, как раз забытая корзина. Так, настройка письма. Здесь по адресной базе, наверное, ничего не будет, потому что она у меня автоматически будет для всех клиентов, которые у нас зарегистрировались, что-то положили в корзину, но не запустили, но не купили. Она будет так создаваться. Так, ну, фу, вопрос был у меня здесь по группам адресов. Как они создаются на самом деле? Списк адресов, группа адресов. Адреса можно либо вручную добавлять, да, либо, если из какого-то файла, либо импортировать из источников на вашем сайте. Вот у меня есть шесть там адресов. Я могу выбрать все эти адреса и потом в группе выбирать, какие адреса у меня будут использоваться, какие нет. Мы рекомендуем использовать, если у нас такая штука, как мастер создания рассылки. Вот, ну, допустим, вот так я сделаю простая рассылка какая-то. Штатный шаблон, какой-то, что будет самый простой. Ну, естественно, вы когда редактируете шаблон, да, какой-то здесь свой текст, можете какие-то компоненты автоматически закидывать сюда, там, ну, что касается магазина, например, да. Например, там, подробная информация о заказе для почты и так далее. Не буду рассказывать, потому что есть вебинары, где у нас все это подробно расписано. Ну, можно на YouTube посмотреть. Так, выбор создания группы, как-то я выпустил этот момент. Сейчас, черт, вернусь. Давайте создаем новую рассылку. Да, вот здесь вот группа адресов создается. Ну, у меня сейчас одна группа – это покупатели. Ну, вы можете как добавить какие-то группы адресов, так и исключить. Да, если у вас будут разные группы, например, будет группа покупателей, будет группа e-mail из веб-форм, то можно их комбинировать здесь. Например, там, пускай будут все покупатели, кроме тех, которые вот у нас через веб-формы добавились. И так далее. Ну, вот так вот тут будет это настраиваться. Давайте, не буду подробно про рассылки. Лучше расскажу попозже чуть-чуть, где про это можно почитать. Не очень. Я боюсь, просто много времени займет. Давайте чуть-чуть про бигдату поговорим. Персонализация, да, в интернет-торговле. У нас есть вот такой вот облачный сервис. То есть, ну, за счет того, что, как я уже говорил, очень много интернет-магазинов работают на нашей платформе, мы умеем с этими данными работать. И мы эти данные умеем обрабатывать. И для каждого посетителя вашего сайта мы можем предлагать то, что с точки зрения анализа этих данных подойдет именно данному пользователю. Давайте объясню на примере. Некоторые посетители заходят на сайт, который занимается продажей фотоаппаратов, выбирают какую-то определенную модель фотоаппарата, и вместе с этим фотоаппаратом покупают какой-то объектив, наверное. Вся эта информация фиксируется в облаке. То, что мы называем, да, Bittrex Big Data. Вся эта информация фиксируется в облаке, и в дальнейшем, если вы тоже занимаетесь продажей, например, фотоаппаратов, и к вам на сайт заходит какой-то посетитель, который смотрит этот фотоаппарат, открывает его страничку, ему будет показываться персональная рекомендация, например, что вот с этим фотоаппаратом мы вам рекомендуем купить именно вот такой объектив. И тут самая фишка в том, что это делается все автоматически, это не надо прописывать руками, потому что ручная подборка таких товаров, да, она занимает достаточно много времени. Вот. И сценариев работы вот таких, как там с этим товаром покупали, там с этим товаром просматривали другой товар и так далее, сценариев работы у нас достаточно много. В настройках компонента вы можете выбрать тот сценарий, который будет использоваться вами, и, ну, следить, насколько лучше стало работать ваш интернет-магазин, насколько выросли конверсии за счет этого. Вот. Сложно, наверное, проще объяснить словами, наверное, все-таки стоит попробовать. Те заказы, которые будут сделаны с помощью таких вот персональных рекомендаций, они будут помещаться специальным значочком вот таким, и можно будет в админке посмотреть, насколько хорошо работают персональные рекомендации именно для вашего сайта. Опять же, когда менеджер отзванивает клиенту, да, уточняет какую-то информацию по заказу, ну, зачастую интернет-магазины делают вот так, что менеджеры прозванивают и общаются по поводу заказа. Опять же, у вас есть, да, инструмент, предложить покупателю в карточке заказа, где вы можете нажать вкладочку там Big Data и сказать, что, голосом проговорить, что не хотите там вместе с товаром этим купить еще какой-то другой, который, может быть, вам подойдет. Вся фишка в том, что вот это, как мы называем, волшебная черная коробка, она на самом деле умеет угадывать предпочтения пользователей и на самом деле позволяет увеличить конверсию интернет-магазина там, ну, вплоть до 30%. Это у нас там, ну, достаточно удобно. Ну, напишите, насколько понятно было по поводу Big Data. В двух словах так хотя бы. Если непонятно, то попробую подсобрать материалы, тоже дать немножечко еще по ссылкам. Вполне понятно. Ну, замечательно. Так, давайте, наверное, теперь немножечко, что еще? Расскажу про мобильную версию. Про скорость работы сайта хочется еще поговорить чуть-чуть. Так, про CRM-ку мы поговорили. Давайте, да, вот так вот, наверное, сделаем. Про CRM-ку я чуть-чуть проговорил вам, да, что данные о заказах у нас могут поступать в CRM-ку. Обмен данными с интернет-магазином есть. Ну, тут самое, наверное, интересное то, что CRM-ку такую можно использовать бесплатно. Достаточно зайти на b3x24.ru, зарегистрировать свой портал b3x24, начать им пользоваться и прямо вести там в CRM-системе, во-первых, всех своих клиентов, во-вторых, ну, заказы вашего интернет-магазина. Особенно удобно, если у вас клиенты не только в интернет-магазине, но и с каких-то офлайн точек доступа, у вас вся информация по всем клиентам, все это будет в одном месте. Не буду рассказывать отдельно про CRM-ку. Отдельная тема. На сайте b3x24.ru много вебинаров, записей старых. И каждую неделю мы проводим трансляции новые. Мобильный рунет. Ну, как я и говорил, да, уже 9% аудитории выходит только с мобильных устройств. Причем аудитория, да, вот растет очень активно те, кто использует мобильные устройства. Вот, ну, поэтому, как я уже говорил, ваш сайт должен быть mobile-friendly, должна быть хорошая адаптивная верстка. То, что я вам показывал, уже сверстанно в адаптивном режиме, как говорится, да. Вот, то есть, прям можно брать и пользоваться. И есть еще интересная такая штука у нас, как мобильное приложение для интернет-магазина. Стоит отдельных денег, но позволяет, на самом деле, существенно сэкономить при создании какого-то мобильного приложения. Тут фишка в том, что мы говорим именно о мобильном приложении, которое будет скачиваться и устанавливаться на смартфоны или планшеты ваших пользователей. И почему именно мобильное приложение, а не мобильная версия сайта? Ну, во-первых, это гораздо проще. Клиенту, чтобы попасть к вам в интернет-магазин, достаточно нажать одну кнопку. Это иконка вашего мобильного приложения. Ему не надо заходить в браузер, писать адрес вашего сайта и так далее. Во-вторых, здесь более тесная коммуникация, потому что можно использовать всякие нативные фишки, например, куш-оведомления. Статус заказа поменялся, вы, хлоп, прислали куш-оведомления вашему клиенту, что заказ готов к отгрузке, приезжайте, например, на точку СМА-вуза, забирайте, либо, не знаю, трек-номер отсылайте ему, и клиент уже по этому трек-номеру может отслеживать ваш интернет-магазин. И так далее. Вот на данный момент мобильное приложение это такое гибридное приложение, которое использует как бы какие-то нативные вещи, типа пуш-оведомлений, и специально созданную мобильную версию вашего интернет-сайта. То есть для работы с таким мобильным приложением будет требоваться доступ в интернет со смартфона клиента. Сейчас, я не знаю уж до конца этого года выпустят или нет, но это было анонсировано на релизе 16-й версии, появится новая версия мобильного приложения 3.5, в которой будет уже возможность создавать мобильное приложение офлайн, которое можно будет просто установить, начать ими пользоваться, какую-то информацию смотреть, например, о товарах вашего интернет-магазина, находясь офлайн. Ну, тоже удобно. Опять же, для мобильного приложения, для редактирования и создания его, прямо в админке есть... Так, дай бог память вспомнить здесь сейчас. Да, прямо в админке есть возможность конструктора мобильных приложений, которым можно воспользоваться для того, чтобы создать какое-то мобильное приложение и управлять здесь. Тут, наверное, самое интересное то, что для создания такого рода мобильных приложений не потребуется каких-то особенных зданий. И вы можете обратиться за созданием такого мобильного приложения в принципе к любому партнеру, который делает сайты на Bittrex. Если они делают сайты на Bittrex, то и мобильное приложение им будет достаточно просто разработать. Наверняка кто-то уже даже и разрабатывал. Что еще касаемо... Ну, это мы сейчас поговорили про мобильное приложение для вашего интернет-магазина. А есть у нас еще и мобильное приложение для вас, для администратора. Оно бесплатное, его можно скачать либо в App Store, либо в Google Play. Ну, что умеет? Во-первых, прямо с телефона вы можете просматривать список заказов, менять статусы заказов, фильтровать какие-то статусы заказа по оплате или по отгрузке. И какие-то самые необходимые отчеты. Все у вас прямо под рукой есть. Ну и плюс, опять же, если у вас менеджеры в полях, то если вы используете Bittrex 24, тоже у вас всегда под рукой CRM, всегда под рукой Softphone. Сейчас буквально вот-вот выйдет. То есть, менеджер может работать с заказами, выставлять счета, смотреть статус этих счетов. То есть, можно интеграцию настроить таким образом, что будет у вас интегрировано и интернет-магазин на Bittrex, и CRM в Bittrex 24, и 1С ваша. И будет менеджер, не знаю, находясь даже не в офисе, но мобильный телефон видит, что появился новый заказ, будет выставлять счет по этому заказу, бухгалтерия будет этот счет оплачивать, у вас автоматически статус счета будет отмечен как оплаченный, менеджеру будет видеть, что заказ оплачен, он готов к отгрузке, может его там, например, либо сам доставлять, либо связываться с какими-то людьми, которые ответственны за доставку, ставить им задачу, чтобы они доставляли. То есть, ну, тут все уже зависит от вашей фантазии, к нашим партнерам обращайтесь, они уже подскажут вам, как лучше сделать. Не буду сейчас, наверное, уже про скорость работы вашего сайта рассказывать, но если кому интересно, если останется у нас время в конце, расскажу чуть-чуть, уже после Михаила. В двух словах. Ну, про Marketplace, наверное, уже все поняли, да, что это такое. Есть такой вот сайт, Marketplace 1SBitrix.ru, по сути, ну, можно сказать, что похоже на тот же самый Google Play или App Store, только для вашего интернет-магазина. То есть, есть как какие-то фишки, которые расширяют функционал, как вот покупка в один клик, да, например, кто-то спрашивал сегодня, там есть такое приложение, так и есть уже готовые решения для вашего интернет-магазина, причем в разных отраслях, как для торговли одеждой, о которой мы сегодня еще будем рассказывать, так и, не знаю, торговлей электроникой, какой-нибудь, не знаю, техникой бытовой и так далее. Так, что касается стоимости, ну, пока цены вот такие. И мы сегодня с вами говорили про редакцию бизнес, но, в принципе, большинство функционалов, которые есть в редакции бизнеса, оно доступно и в малом бизнесе. Там есть некоторые ограничения, например, в малом бизнесе возможность использовать только один общий склад, там только один тип цены, да, то есть, если в бизнесе вы можете завести несколько типов цены, например, одна цена будет для клиентов, другая цена для дистрибьюторов, третья для каких-нибудь региональных партнеров и так далее. Вот, это все настраивается. Ну, в малом бизнесе такого нет. Сейчас эти цены у нас идут со скидкой. У нас до конца этого года акция, там, от 10 до 20% на битрикс управления сайтом скидки. Вот. Стоимость лицензии включает один год бесплатных обновлений, то есть, все те новые редакции, которые мы выпускаем, ну, обычно это происходит два раза в год. В течение года вы можете скачивать, устанавливать весь тот новый функционал, который мы реализуем, он весь будет вам доступен. Потом, по истечении этого срока, вы можете продлить вашу лицензию, ну, если сразу после окончания, если в течение месяца, с момента окончания вот этого, с момента прохождения этого года, то стоимость продления 22%. Если больше, чем через месяц после окончания вот этого года, то 60%. Если не хотите продляться, то можете не продляться, а просто продолжать пользоваться той версией, которая вот у вас осталась на этот момент. Ну, если будете покупку совершать до конца этого года, то в следующем году это, наверное, будет редакция 17. Версия 17. Так, ну, кажется, здесь все. Давайте, наверное, уже буду передавать слово Михаилу. Да, можете записать мои контакты. Во-первых, e-mail, да, по почте мне может какие-то вопросики задавать. А во-вторых, у нас есть такая штука, как Bitrix24 Network. Можете тоже прямо добавить меня. Bitrix24.net, слышно Никита. Регистрируйтесь, добавляйтесь туда. Я там с клиентами всегда с радостью общаюсь. Ну, там такой режим чатика, да, как в скайпе. Можно поговорить. Ну, если надо будет, можно и голосом. Что-то спросить у меня. Сделать видеозвонок. Ну, если будут вопросы какие-то по работе Bitrix, где что-то в документации, не сможете найти, спрашивайте. Я все это хорошо знаю. Так, а теперь буду передавать уже слово Михаилу. Уже Михаил пишет, не хочу слово. Михаил, все передаю. У меня уже у самого язык немножечко заплетается. Всем спасибо. Я не пропадаю. Я здесь буду и поотвечаю сейчас на вопросы. и поотвечаю потом еще. По окончанию выступления Михаила мы вместе с ним тоже на ваши вопросы еще все поотвечаем. Никита, пока вот скажите, как меня слышно? Алло, Никита, подтвердишь, что меня слышно? Или, то есть, давайте напишите... Все, и слышно, и видно. И слышно, и видно. Я думаю, могут наши слушатели поставить плюсики. Ага, отлично, отлично. Коллеги, приветствую вас. Собственно, меня зовут Михаил Шуфер, руководитель отдела продаж веб-студии Ромза. Сейчас я немножко расскажу про нас, кто мы такие, что мы делаем. Прежде чем продолжим дальше, хотелось бы понять, с какими целями вы сюда пришли, кем являетесь. Пожалуйста, в поле вопросов напишите, пожалуйста. Вы являетесь действующим предпринимателем, то есть, может быть, у вас уже есть какой-то свой бизнес, вы думаете открыть интернет-магазин. Возможно, у вас есть уже интернет-магазин, и вы думаете о переходе на платформу 1S-Bitrix, либо второй магазин на 1S-Bitrix открыть. Может быть, это технический специалист нас слушает, для предложения руководства, или просто для изучения для себя. Возможно, наш коллега, тоже партнер 1S-Bitrix, который внедряет решения у клиентов, распространяет 1S-Bitrix, и смотрит для себя интересное решение. Тоже отзовитесь, чтобы было понятно, кто с какими целями сюда пришел. Собственно, про нас. Наша компания, в частности, то есть, Роман Забродин, директор, стояла у истоков Marketplace, то есть, как идея делать готовые решения, то есть, ну, одни из первых, то есть, мы это предложили, и потом это выросло в целое направление. У 1S-Bitrix. Собственно, возможно, поэтому, в том числе, мы получили такой статус MVP, то есть, это профессионал 1S-Bitrix, то есть, всего таких 5 или 6 партнеров, из 10 тысяч всего партнеров BITrix. Здесь можно посмотреть на всех нас, собственно, на наш сайт. И чем мы отличаемся от других студий, почему сейчас я с Никитой провожу этот вебинар, тем, что мы делаем только готовые решения, то есть, отраслевые, то есть, интернет-магазины под различные ниши, то есть, это и одежда, про которую мы сегодня поговорим, это и другие ниши, бытовая техника оборудования, то есть, шины, диски, и также там различные доски объявлений, сервисы. Собственно, у нас на сайте можно посмотреть, то есть, собственно, сколько уже у нас внедрений, отзывы. Мы сделали такую интерактивную карту, к сожалению, мы не все внедрения сюда еще добавили, то есть, но добавим больше, то есть, потому что в целом, то есть, ну, больше 300-400 клиентов у нас там по России, и в том числе, то есть, есть у нас внедрения из-за границы, то есть, если вы из-за границы, смотрите, пишете, либо планируете внедрять за границы, то по поводу битекса, я видел вопрос, то есть, можно ли перейти на другой язык, то есть, все внедряется, все переводится, все можно посмотреть, для примера, показываю какие-то сайты, вот, кстати, сайт, кстати, как раз на одном из наших шаблонов, то есть, для рукоделия, то есть, начальный сайт, это был для одежды, то есть, он сейчас на внедрении находится, здесь можно посмотреть. Сейчас я посмотрю поле вопросов, чтобы познакомиться с вами, то есть, собственно, понимать ваши ожидания, и мы продолжим. Дальше. Так, Наталья, вижу, что выбирает программы для магазина, то есть, есть уже, то есть, владельцы магазинов, кто переходит у нас на битекс, и кто планирует магазины по битекс, вот Армен, я вижу. Так, технические специалисты для изучения, есть ли люди, у которых уже есть платформа битекс, но еще не запущен. Так, подействующий бизнес, и есть, кто хочет открыть. Так, коллеги, то есть, сейчас я расскажу про свой доклад. Я думаю, что будет интересно всем, и тем, кто хочет открыть бизнес, и кто для себя изучает этот вопрос, и технически смотрит. Про что мы сегодня поговорим? В первой части доклада немножко коснулся Никита, в целом рынка, рынка, сейчас мы сделаем на полный экран, рынка интернет-магазинов. Собственно, пара рынок интернет-магазинов, и в том числе рынок интернет-магазинов в мире, в России, мы поговорим, как он развивается, и поговорим непосредственно про рынок одежды. То есть, торговля одеждой в интернете, торговля аксессуарами в интернете, торговля, ну, какими-то сумочками, то есть, это одежда, обувь и аксессуары. Собственно, это будет первая часть доклада, ниша, идея, особенности торговли одежды, то есть, прежде чем сортовать, да, на что нужно обратить внимание, да, то есть, чтобы сократить ваши вложения, чтобы они были более эффективными, и чтобы ваш бизнес простал. Потом мы поговорим буквально чуть-чуть про то, как делать свой магазин, то есть, сделать его на готовом решении, то есть, нашим или другим, другим из marketplace, на шаблоне бесплатном 1SBITX, или, то есть, делать на заказ, и я вам покажу примеры внедрения, то есть, наших решений, их особенностей, на боевых сайтах, клиентов, то есть, посмотрим и поговорим об этом, и в конце, то есть, еще будем планировать так, чтобы отвечать на ваши вопросы, которые появятся, надеюсь, появятся с Никитой, то есть, минут 10. Так, давайте начнем. Первая часть, то есть, это, где деньги, то есть, 7 особенностей ваших будущих покупателей, ведь, нам нужно понимать, на кого ориентироваться в интернете, то есть, кто будет покупать, да, и, как насует магазин, как настроить рекламу под наших будущих покупателей. И, прежде чем мы к этому перейдем, давайте ответим для себя вообще на вопрос, собственно, насколько большой это океан, насколько это большое море, море интернет-торговли. Если смотреть динамику рынка электронной коммерции во всем мире, то есть, это одно из исследований, то есть, 2012 и простроено вперед на 2017 год, то есть, 2012 года, это 1 триллион, и он к текущему моменту, это у нас 2015 год, то есть, конец 2015, да, скажем, то есть, это уже за полтора, то есть, по 2 триллиона, то есть, и перспективы роста его, что в мировой динамике, то есть, он в среднем, то есть, на 20% еще будет расти. То есть, мы находимся на растущем рынке, который будет давать больше прибыли. Это плюс, да, то есть, несмотря ни на какие кризисы, да, скажем, то есть, рынок растет, тренд у него в сторону роста, рынка интернет-торговли. И если посмотрим по России, да, то есть, тут у нас рост с 2010 по 2014, то есть, по моим данным, то есть, здесь у нас больше, чем в 3 раза, то есть, где-то 3-3,5, то есть, и он еще будет расти. Собственно, про аудиторию в интернете. Уже говорили, что сейчас динамика прироста аудитории в интернете снижается. То есть, ну, если смотреть в целом, то примерно 75 миллионов это активные онлайн-пользователи. Из них каждый третий, а это 25 миллионов, это наши потенциальные покупатели, то есть, это треть от интернет-аудитории. Вы здесь видите в красном таком секторе, то есть, 26% активные онлайн-покупатели. Еще 7% имеют опыт онлайн-покупок, то есть, это те люди, которые уже покупали, но, скажем, еще не стали активными онлайн-покупатели, не имеют опыта покупок в интернете, то есть, 43%, сейчас уже поменьше, я думаю, на конец текущего года. Для нас, почему это важно? То есть, потому что, то есть, эти люди, это тоже потенциальный прирост рынка, то есть, те, кто перейдут в сегмент именно покупок в интернете. Так, ну и еще там 24% не пользуются. Прежде чем продолжить, вот напишите мне вообще, то есть, кто из вас имел опыт покупок в интернете, собственно, покупали ли вы что-нибудь в интернете, если покупали, то что? Расскажу про себя, то есть, я покупал на китайских магазинах, то есть, трансграничная такая торговля, то есть, телефоны, смартфоны, потому что, решал для себя не переплачивать за бренд, и другую бытовую технику, в том числе, достаточно крупную бытовую технику, я заказывал из Москвы, и привозили в Красноярск с доставкой. Так, смотрю, 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 пока никто не написал, а вот, Наталья пишет, бытовая техника, Алексей, то есть, в Китае и в России различные вещи, то есть, отделочные вещи, спортный инвентарь, Жанна пишет, кстати, вот по спортивному инвентарю, то есть, тоже у нас есть спортивный магазин, то есть, если вы планируете торговать какие-то спортивными товарами, напишите, собственно, пока люди молчат, и я продолжу. Так, еще Алексей, ответил, что все покупали. Продолжу по нашему докладу. Собственно, давайте посмотрим по торговле именно одеждой, то есть, это у меня данные на 2013 год, те, которые были, то есть, какое было количество покупателей. То есть, здесь вы видите, что 6,5 миллионов, то есть, это, покупали обувь, и около 5 миллионов покупателей покупали одежду, то есть, и еще где-то, то есть, еще около 5 миллионов, то есть, покупали сумочки, аксессуары и прочие, прочие вещи. Если суммировать, то это уже, будет 16 миллионов покупателей. Для нас почему это важно? Потому что, как мы видим, торговля одеждой это самая популярная ниша для торговли в интернете. Раньше она очень сильно перекликалась с бытовой техникой и оборудованием, смартфонами, но сейчас по нашим запросам мы видим, что даже торговля становится популярнее. Собственно, мы здесь и видим, что покупают в российских онлайн-магазинах одежда и обувь, мелкая бытовая техника, косметика, парфюмерия, мобильный телефон, электроника. Какие выводы мы можем сделать из этого? Прежде всего то, что работаем перспективной нишей и есть еще один тренд. Сейчас магазины становятся онлайн, они более универсальными. Если у вас есть покупатели, то на что обращал Никита? Работать с действующей клиентской базой. Если у вас есть покупатели, то вы им можете продавать не только одежду, но продавать и другие сопутствующие какие-то товары, то есть по бигдате, еще что-то смотреть, подбирать, расширять свой ассортимент. Благодаря онлайн-торговле можно расширять ассортимент, то есть без значительных затрат, то есть, например, добавлять товары в каталог, смотреть если есть спрос и делать их доступными именно под заказ, то есть без сильных вложений. Собственно, это что покупают? Это 7 особенностей наших покупателей. Ну, вывод, деньги есть. Да, деньги есть. Собственно, можно отправляться и думать, скажем, чем мы будем торговать, то есть на какой рынок будем ориентироваться, свой город, это вся Россия, это весь мир, потому что сейчас тоже есть тренд, что вот те же товары из Китая начинают доставлять, то есть не только в одну страну, да, скажем, а буквально по всем странам, то есть логистика настолько раз это сервисы логистики, то есть можно уже торговать, то есть от нас на весь мир. Ну и, собственно, большому кораблю большое плавание и прежде чем отправиться, давайте скорее скорректируем его курс. Сормируем ассортимент, то есть чаще всего покупают футболки, топы, толстовки, то есть видим, что покупают, затем обувь в плаке и потом рубашки, блузки. Соответственно, по этой таблице мы можем соревновать первоначально свой список ассортиментов, исходя из того, что что бы никогда не стали покупать, например, меньше выкладывать, то есть либо то, что покупают чаще всего, то есть, соответственно, это первым и выкладывать. Здесь есть такой момент, что если у вас уже есть действующий магазин, то есть магазин, который торгует одеждой, то есть в любом случае вы ничего не теряете, если вы выкладываете весь ассортимент, поэтому здесь не стоит сняться, но если вы только начинаете, да, скажем, и только заключаете договоры с поставщиками, думаете, чем торговать лучше, то есть то можно применять эти знания для того, чтобы у вас был больше оборотов, больше спроса. И подумаем, где покупают покупатели. То есть видим, что четверть рынка, да даже, наверное, если брать только Москву, а если и Московскую область, то это, наверное, треть рынка интернет-покупателей находится в Москве. И вы знаете, я буквально месяц назад был в Москве и проводил такой же семинар, но в очном формате. То есть я понимаю, почему так происходит, не только для того, что деньги средоточены, да, скажем, там, логистика, но и в том числе потому, что очень тяжело добираться из одного места в другое, то есть много времени на это тратится, и гораздо удобнее заказать в интернет-магазине с доставкой. То есть там на работу, домой, не тратя время на то, чтобы куда-то ехать, забирать со склада, то есть либо в магазин выбирать. Дальше мы видим другие города. Собственно, видим Санкт-Петербург. Остальные города – миллионеры, то есть это 20% рынка. Кстати, вот напишите, то есть вопросы, да, то есть с какого города, чтобы понимать, потому что сейчас есть перспективы захвата оригинальных рынков, что там интернет-торговля не так распространена еще, как, например, в Москве. То есть в Москве больше всего денег и в Питере, то есть в регионах, соответственно, меньше конкуренции. То есть в этом плане, что они себя уравновешивают этими факторами. И еще 12% – это города, 500 тысяч – 1 миллион, то есть и 26, то есть где-то четверть рынка, то есть это небольшие города, то есть 100-500 тысяч. Так, я вижу, что у нас есть люди даже из Косноярского края и Хакасии. То есть я сейчас сам вещаю из Косноярска, то есть мы, как компания, то есть один из примеров, то есть мы подаем на всю Россию и СНГ, и, собственно, у нас есть заказы в Мексике, в Америке, есть в Восточной Европе. Так, Екатеринбург, вижу, то есть отвечает. Так, но большинство все-таки из Москвы, то есть вижу. Так, Анна Родионова, то есть отвечала, что будет торговать спортом и унитарем. Покажем вам пример магазина, ну, спортивного, на наших решений тоже, чтобы посмотрели, один из которых я буду рассказывать. Хорошо. Видимо, преобладает Москва, но есть и есть регионы. Собственно, продолжаем. И вопрос. Когда мы составляем бизнес-план, то есть нам нужно понимать, один наш покупатель, как клиент на всю жизнь, с учетом цикла сделки, с учетом времени его жизни, то есть, например, в нашем магазине, то есть как часто он будет совершать покупки. Мы видим, что онлайн-покупатели в среднем совершают 7-8 покупок в год, то есть это активные категории. Соответственно, мы можем заранее для себя закладывать в своем бизнес-плане, что тот человек, который у нас купил, остался доволен и лоялен, что в течение цикла его жизни в вашем бизнесе, то есть от ниши, сколько он покупок вам еще принесет и сколько денег. То есть работа с лояльной аудиторией, с активной. То есть в том числе мы можем спрогнозировать его доходы и на кого ориентироваться. Ну, для тех, кто говорили, что с Москвы и Петербурга, то есть вы можете посмотреть, что здесь есть отдельная колонечка жителей Москвы и Петербурга. Даже вот так уделяют, что это, если просто жители Москвы и Петербурга, это значит сразу, что это наша целевая аудитория. Положаем. Вот вы запустили интернет-магазин и представьте себя на месте покупателя. Вы уже говорили, что вы делали покупки в интернете, я делал покупки в интернете. Вспомните, как вы выбирали. По каким критериям? Большинство на данный момент выбирают, потому что в интернете товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах. Все-таки цена, если там не какой-то премиум товар, стоит на первом месте, а это ваши коммерческие навыки, договориться с поставщиками, поставить соответствующую оценку, которая позволит зарабатывать и вам, и удовлетворить спрос покупателя и не работать себе в минус. Затем самый важный параметр – это то, что в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары. Здесь мы видим такой тренд, что сейчас с точки зрения, например, дизайна магазина, людям важно, чтобы магазин отвечал на их запросы. То есть можно было легко найти то, что они ищут – удобная навигация, юзабильность. И какой-то оригинальный дизайн, скажем так, он играет меньшую роль в данный момент, чем, например, раньше. То есть людям главное удобство. Интернет-магазины уже вошли в бытовой лексикон, поэтому люди уже не боятся там заказывать. Ну и, собственно, в интернет-магазинах и удобнее сравнивать. То есть зайти на несколько интернет-магазинов и выбрать магазин с лучшей ценой. Ну и дальше по ниспадающей видим доставка. То есть быстрее и удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин и удобнее было сразу заказывать доставкой. Нет времени, то есть вот то, что мы говорили, занятые люди. То есть есть такое, что ассортимент, который представлен только у вас, например, у вас какая-то узкая ниша, то есть какой-то бренд модный. Ну и есть те, кто уже привыкли заказывать. Ну и, собственно, при выборе магазина, то есть в каком магазине покупать, то есть почти половина людей уже обычно знает, в каком интернет-магазине они сделают данную покупку. То есть половину рынка мы отсекаем. С одной стороны это минус, с другой стороны это плюс. Потому что когда вы отработаете своими покупателями, отработая их хорошо, высокая вероятность, что они к вам вернутся. То есть я по своему поведению смогу сказать так же. То есть я, например, сейчас беру лекарства в интернет-аптеках, потому что там дешевле. И обычно я уже знаю, на какие 2-3 аптеки заглянуть, скажем, чтобы купить. Я уже не трачу время на то, чтобы выбирать аптеку с лучшей ценой. То есть я выбираю там, где я покупал раньше. Я стал доволен. Собственно, это половина рынка 44%, которые сразу знали, где будут покупать. Из них еще четверть – это те, кто, как я, заранее знали несколько магазинов, где можно купить такие товары и выбирали из них. И вот только 27% – это те, кто выбирал конкурентно, искал среди многих магазинов. То есть это как раз те новые покупатели, за которых мы будем бороться и выбирали с лучшими условиями. То, про что говорил Никита – Big Data. У меня этот слайд примерно на года полтора-два назад по исследованиям. Сейчас, конечно, меняются проценты, но динамика все равно показывает, пропорции остаются. Те, кто не планировали покупку, то есть это каждый 20-й, но интернет-магазин предложил им рекомендовать товары и они сделали покупку. Сейчас это гораздо больше, потому что я знаю, что у Озон есть даже официальные сведения, что там где-то до 20-ти или до 30% заказов увеличение, точнее на 20-30% было благодаря сервисам рекомендаций. То есть у них специальные сервисы используются. Ну и, собственно, какой вывод. Как говорил Кот Леопольд – надо с клиентами дружить и стратегически работать на увеличение лояльной клиентской базы, чтобы потом им продавать товары. Да, скажем, чтобы они выбирали нас, сразу набирали в поисковике, чтобы заходили через наше мобильное приложение, например. То есть то, про что говорил Никита сразу к нам. И мы с ними работали. Так, собственно, это можно инвестировать и воронкой продаж. То есть обычное ее представление, когда количество посетителей из сайтов, то есть постоянно сужается и переходит в тех покупателей, которые заплатили за наши товары. И представление по факту дружбы. То есть когда, благодаря отношениям с клиентами, то есть у нас расширяется воронка благодаря лояльным покупателям. То есть с кем мы работаем постоянно. Ну и вот у вас стоит вопрос – как сделать первые продажи? Когда мы запустили интернет-магазин, как вот именно отсечь ту часть переград, про которую я говорил, то есть четверть рынка тех, кто выбирает среди всех магазинов. Как выбирать новые клиенты? То есть, собственно, больше половины – это те люди, которые просто ищут в интернете. Соответственно, важна ваша позиция в поисковиках. То есть зачастую либо вы должны быть на первой странице выдачи, либо на первой, второй. Для различных ниш по-разному, но вряд ли человек будет искать, то есть дойдет до четвертой, пятой страницы. Поэтому это важно. И здесь же играет роль в том числе… Собственно, позиция в поисковике может быть органическая, то есть SEO-продвижение просто как поисковик считает, что мы соответствуем запросам клиента. Так и, может быть, мы можем выдаваться благодаря рекламным каким-то блокам, например, Яндекс.Директ, по определенным запросам. Можем покупать трафик, скажем так. Собственно, как именно вы выбираете тот магазин, которому вы совершили последнее время покупки? Соответственно, также из этих людей 15% выбирают. И вот факт дружбы. То есть люди выбирают по рекомендациям. Там, где уже когда-то покупали раньше, массовые площадки, например, Яндекс.Маркет, там тоже стоят специальные отзывы в интернете. А вас – это те же рекомендации, факт дружбы. И дальше мы видим бренд, через какие-то другие системы поиска товаров. То есть они не такие раскрученные площадки, как Яндекс.Маркет. Одна двадцатая – по рекламе в интернете или email. Соответственно, этот канал продаж работает, особенно это работает по лояльной клиентской базе, email-рассылке, триггин-рассылке, то, что задавали нам вопросы. И дальше, то есть реклама оффлайновая, для большинства она не работает. И, собственно, этих покупателей, тех, кто выбирает, что магазин должен быть удобный, их спросили, а удобный магазин, что это для вас? И для нас с вами это ответ на то, что делать после того, как мы запустили интернет-магазин. Потому что для большинства удобное – это качественное описание товаров. То есть у вас магазин должен быть заполнен контентом, и в том числе там должны быть отзывы о товарах. Мы в своих решениях делаем так, что для того, чтобы интернет-магазин не выглядел безликим, подгружаем отзывы о товарах с Яндекс.Маркет. То есть если отзывы об этом товаре есть в Яндекс.Маркете, то они автоматически подгрузятся к карточке товаров. Тут же подробная и понятная информация об условиях доставки. Наличие разных вариантов оплаты заказа. Собственно, это различные платежные агрегаторы, которые позволяют выбрать любой вариант оплаты. И удобная организация каталога товаров. В принципе, все эти факторы относятся к человеческим. Это настройки магазинов, то есть это не какая-то техническая вещь. Я на всякий случай спрошу. Никита, подскажи, если я смотрю время, то у нас есть время немножко задержаться? Или у нас там, собственно, 10-15 лет нас вырубят? Не-не-не, время не выключено. Есть, да? Да, есть. Да, все, хорошо. Тогда я чуть-чуть, надеюсь, мы задержимся, но проговорим. Собственно, я уже буду бежать глупым по Европам, чтобы перейти к демонстрации, поэтому проговорю еще частично. Те тренды, которые есть сейчас, это переход на мобильный, это многокональный подход. Здесь что имеется в виду? Имеется в виду, что сейчас интернет-магазины чаще всего открывают оффлайновые точки продаж, присутствуют в торговых центрах крупные, а наоборот, крупные торговые сети открывают интернет-магазины, потому что трафик идет отовсюду, и оффлайн-трафик, и онлайн. То есть это для тех людей, у кого уже есть магазины, они открывают онлайн-магазины. Да, соответствие времени. Соответственно, персонализированные предложения благодаря Big Data. Есть тренд бесплатной доставки и возврата товаров. С учетом России, то есть здесь есть свои особенности, но вот Wildberries это используют, это несколько подрывает их маржинальность, но, скажем так, увеличивает количество лидов, количество заказов, но среди них больше возвратов. Маркетинг. Про оплату мы уже поговорили и про персонализацию. Это различные социальные медиа поделиться в социальных сетях, пользовательский опыт, что удобно, и продающий контент. Про мобильность. Мы видим, что в России пока у нас с мобильных заходит только 20%, но в целом тренд, например, если смотрим развитые страны, что до половины пользователей заходит с мобильными. Это про то, что мы говорили, что важно, чтобы на смартфоне, на планшете корректно отображался сайт. Тренд идет туда и даже Google сейчас говорит, что уже нет сайтов для персональных компьютеров и сайтов для мобильных. Они говорят, что есть по умолчанию сайт для мобильных и планшетов, и есть отдельная версия сайта для персональных компьютеров, то есть в первую очередь сайт для планшетов и мобильных устройств. Теперь давайте подумаем про особенности ниши, в которые мы заходим. Прежде всего, это сезонность одежды. Конечно, у нас есть определенные распродажи, остатки товаров, с которыми нужно что-то делать, снижать цены, кому-то передавать. Это и наличие трех сезонов у нас в году. Это летний, зимний сезонный, демисезонный. Для нас это плюс, потому что возможность обновлять коллекцию, допродавать, то есть по сравнению с теми странами, у которых один умеренный климат, то есть один или два сезона. Это поведение покупателей. Это возможность примерки. Нужно максимально доносить информацию так, чтобы они могли сориентироваться, подойдет ли товар, одежда, обувь или нет. То есть с размерами работы, то есть объяснение, как померить свой размер. Это маркетинг, прежде всего, да. Это сотрудничество с купонными программами. Это различные сочетания одежды, например, какой-то вечерний лук, который включает в себя платье, колготки и туфли на высоком каблуке, да, скажем, какую-то помазанную трещину и работа с ассортиментом, конечно. Успешные игроки в России, мы их немножко вживую сейчас посмотрим. И, для примера, накидал ниши для быстрого старта. То есть это детские вещи, то есть даже мама беременна. Это субкультура, это, например, молодежные вещи, хипс, рексимал. Это различная спецодежда. Это может быть, в том числе, одежда с высокой наценкой, да, скажем, там, вечернее свадебное платье, там, нижнее белье, то есть и брендовые вещи. То есть здесь нужно решать, исходя из ваших ресурсов, куда для вас лучше. Сейчас идти. Собственно, у меня этой аналитики по покупателям гораздо больше, поэтому здесь я представил только выкладки. То есть здесь есть чуть ниже моя почта, шупер.мсобачкаронза.ру, ну и есть мой телефон, кому что удобней. Хотите получить больше пользы, больше информации, то есть напишите мне смс со своей почтой, либо на номер телефона, либо на почту напишите. И после вебинара сразу вам вышло, чтобы вы могли для себя поизучать. Теперь перейдем ко второй части доклада. Это непосредственно выбор. Выбор интернет-магазина, разработка на заказ, либо готовое решение. Как-то вот в поле вопросов напишите плюсики, что вы еще с нами на связи. Уже 20 минут прошло, как я говорю. Так, вижу, вижу, Татьяна с нами, еще Жанна, Алексей. Вижу, вижу. Хорошо. Продолжим. Собственно, основной выбор это разрабатывать на заказ, либо делать на готовом решении, то есть из Marketplace, потому что очень много сейчас решений готовых, в случае не наших, не наших. И какие плюсы и минусы есть, что в том, что в другом случае. Но прежде всего нужно понимать, что разработка интернет-магазина это всегда труд как минимум 3-4 специалистов. Это дизайнер, который нарисует макеты по вашему желанию самого магазина, как он будет выглядеть. Это верстальщик, который их уже приведет с какие-то статичные HTML-странички. А это программист, который уже запрограммирует этот функционал, покажет вам, чтобы вы его могли тестировать. Невидимой рукой за ними будет стоять менеджер проектов. И работа эти специалисты, естественно, стоит денег, скажем. По-хорошему, если разрабатывать на заказ, то это минимум 3-4 месяца работы. Это минимум, то есть если профессионалы, то это от 150-200 тысяч работа, то есть и выше, до миллиона и больше. То есть нужно понимать бюджет. И то, что запуск будет не быстрым. Второй момент. Собственно, если у вас еще не было опыта интернет-торговли, то ваши ожидания, ожидания того, как будет выглядеть интернет-магазин, того, как будет реагировать покупатель, может не совпадать с реальностью. То есть вот это главный риск, если у вас нет опыта. И, собственно, поэтому мы апологеты того, чтобы быстро стартовать. Стартовать на готовом решении, захватывать рынок сейчас. Потому что вы состартовав, вы можете потом доработать магазин под себя, в том числе. И обогнать конкурентов. Это в том числе, потому что вы экономите бюджет, который можете потратить на рекламу. То есть я говорил, там 150-200 тысяч и больше. Для Москвы мы можем эти цифры умножать на 2. Спокойно, если не будет фрилансер, если мы работаем с московскими судьями. Это экономит бюджет, потому что готовое решение обычно стоит в пределах 15-30 тысяч рублей. Плюс платформа 1S Bittrex. И плюс еще такое, что вы получаете обновление платформы, то есть развитие ее в течение месяца, не платя за это деньги дополнительные, то есть техническую поддержку. И то, что над этим готовым решением также работает вместе с полноценной командой разработчиков. И, по сути, этот же хороший дизайн вы получаете, не платя такие большие деньги, то есть функционал. Для примера, во время последней моей поездки в Москву выступал докладчик, то есть это интернет-магазин в Москве. Сейчас название не назову, но потом могу вспомнить, напишите, назову. Небольшая сеть магазинов, то есть два магазина по Москве, один или два по Петербургу, они торгуют молодежными вещами для определенной субкультуры, то есть подростки, джинсы, еще что-то, как называется их бренд. Так вот, они рассказывали, они переходили на Bitrix и собственник решил делать все с нуля. На доработке магазина, на его внедрение, то есть доведение до ума, то есть с нуля и доработающего магазина, который приносит прибыль, у них ушел миллион рублей. И уже сейчас, после этого опыта, они понимают то, о чем они плакали, скажем так, что проще было на готовом решении стартовать, и тогда бюджет был бы гораздо меньше, да, они просто вынесли бы доработки под себя, какие-то небольшие. Поэтому я вас агитирую, чтобы начинать на готовом решении, а потом уже думать, что нужно ли доработки, нужно ли на заказ, собственно, масштабировать уже успешный бизнес. Так вот, давайте теперь поговорим, то есть как сделать магазин, что привлекает клиентов на конкретных примерах, от слов к практике, то есть боевой тест тех решений, которые у нас есть, и, собственно, какие-то их особенности и функции. То есть я сейчас перехожу в свой браузер, презентацию закрываю. Собственно, те решения, про которые я буду рассказывать, это магазин Апорель, собственно, наше решение, магазин Монеджер Декс.Раф. То есть полное описание его, там, и функционал можно посмотреть. То есть про тип Marketplace, а не с Bittrex, и тут набрать Апорель, например, вот так. Апорель. Можно на нашем сайте также посмотреть. И магазин Bittronic. Здесь я сейчас перейду к Bittronic, наверное, магазин электроники на Bittrex. По сути это у нас демо-контент под электронику, а сам магазин универсальный, и я вам покажу уже сделанные на нем магазины, для примера, что вы посмотрели. Вот этот наш магазин отличается тем, что он наиболее функциональный, и он, наверное, единственным является в Marketplace таким магазином-трансформером. Там элементы дизайна многие можно менять без программирования. То есть, например, чтобы каталог был либо слева, либо сверху. То есть, где фильтр располагается, какой высоты баннер. То есть, в результате он просто меняется настройками без программирования. Обычно для этого нужны доработки самого магазина. Посмотрим, на кого ориентируемся сначала. Успешные игроки. Балберис. Что мы видим по их главной страничке? Собственно, наверху мы видим строку поиска, то есть, собственно, с примером. И каталог товаров. Обратите внимание, что они выделили отдельный каталог под Новый год. То есть, это определенная сезонность. Она не требует особых затрат, просто настройки. Баннер. Их даже несколько баннерских товаров. Какие-то акции, в том числе, то есть, сюрприз дня. То есть, то, что спрашивали, можно по новым клиентам делать акции, именные и еще что-то. Это все позволяет платформа 1.Bitrix. Это спецблоки. То есть, вот это одежда, например, новинки одежды, обувь, новинки. Так, может быть, какие-то хиты, распродажи. То, про что я говорил, что магазины становятся универсальными. То есть, вот Валберис торгует книгами, например. Вот так. Ну, понятно, что здесь книги больше под женщин. То есть, ориентированы под их целевую аудиторию. То есть, мы понимаем бюджетерий. То есть, не электроникой. Ну и, собственно, примеры их клиентов. Скажем, сочетаний. И какие-то новости. Подвал это популярные бренды. И другие новости. Есть такой каталог, как у нас Отто. Здесь мы видим то же самое. То есть, есть разделы. Есть баннер. То есть, баннер-слайдер. То есть, такие сменяющиеся. То есть, крупные бренды. Ну и, собственно, подпишитесь на рассылку. Да. Ну и УТП их. Вот. Для примера покажу пару наших магазинов, которые мы сегодня рассмотрим. Это магазин, про который я говорил, что наиболее функциональный. Магазин одежды. То есть, здесь у нас было видео. То есть, собственно, оно вовсе проигралось. Потом он закончился. Теперь загружу, покажу еще. Магазин трансформер. Также видим каталог, слайдер. Также видим какие-то товары, которые выделяем. Спецблоки. Они сделаны в виде, скажем, ленин пейдж сверху вниз, чтобы можно было просмотреть. В том числе, здесь сейчас постоянно, что открыт по умолчанию тот, где супер цена. Да. Какие-то плашки. Просмотры. УТП. Отзывы покупателей. Какие-то баннеры. Ну и какие-то статьи о нас. И рассмотрим такое решение у нас, как аппарель. Также мы здесь видим, вы заметите, да, немножко другой дизайн. Другие размеры баннеров. Другой стиль, например, каталога. Ну и также видим, то есть, здесь вот, чем он больше похож на, например, крупном резине типа Вальберис, с тем, что вот такие крупные баннеры у нас используете. И там по умолчанию у нас здесь стоит деление каталога на мужское и женское, как раз по целевую аудиторию. Но это настраивается в один из битоксов. То есть, может быть, не только так, может быть и по-другому. То есть, в этом плане, что битокс-конструктор, который позволяет вам именно настраивать магазин под себя. Потому что тот вопрос, с которым я чаще всего сталкиваюсь от клиентов, что они смотрят, например, какие-то демо-магазины, говорят, что у нас будет только так. Мы не можем завести свои свойства. Например, сделать каталог под игру. Можете. Для этого, как я говорил Никитам, надо изучить курсы один из битоксов. То есть, у нас должен быть человек, который будет работать с этим магазином. Либо у вас в штате на аутсорсе, скажем так, либо в студии, которая сопровождает магазин, занимается контентом. Видим спецблоки. Точно так же. Спецблоки. Новинки. Ну и бренды. Естественно, бренды. Социальные сети. Собственно, присоединяйтесь к нам. И подписка на товары. К примеру, не Denny. Вот, например, магазин Ox Market. То есть, он сделан у нас на шаблоне Парель. То есть, вот их бренды. Видим, что здесь у нас другие товары. Собственно, здесь видим как раз размеры. Вот то, что важно. Размеры. То есть, цвет. То есть, может быть, разные цвета. В том числе, если менять размеры, то есть, используется механизм SQ. Один из битоксов. То есть, тут меняются и остатки на складах. То есть, можем какой-то размер выбрать, и раз он скажет, что его нету. То есть, здесь сейчас не буду показывать, но для примера я здесь потом покажу. Собственно, цвета. Кстати, вот смотрите. Если выбирать другие размеры, то цена не меняется. Но у вас она может меняться. Потому что разное количество тканей, разный размер. Соответственно, меняется и цена. То есть, это как детские товары и взрослые товары могут стоить по-разному. Точно так же видим Спецблок. Популярные, например, товары. И УТП. Я сейчас пока в какой-нибудь товар перейду. Это у нас аппарель. Мы уже его открывали. И вот я вам хочу показать на битронике. Он у меня был в заставке на презентации. Этот магазин, он еще на внедрении. Это украинский магазин дизайнерского нижнего белья. Мне очень нравится, как они, скажем, его заполнили главную страницу. Потому что главная страница, по сути, если сравнивать с офлайн-магазином, это как раз ваша витрина. То есть, человек, проходя мимо нее, должен захотеть зайти к вам. То есть, видим контакты, видим поисковую строку. Здесь каталог товаров сделан как раз не сверху, а слева. То есть, вот так он, выпадающим списком. И это без программирования, если мы смотреть обратно, скажем, что у нас вот здесь было. Здесь у нас каталог товаров был сверху. То есть, это просто настройками изменили, что он стал слева. Как пример особенностей. Смотрим дальше. Баннеры, в котором я был. Коллекция 2017-2016. Наш каталог товаров. То есть, вот здесь заменены иконки. Иконки заменены. То есть, магазин персонализирован под себя. И видим спецблоки. То есть, спецблоки здесь сделаны не вкладками, а одной строкой, то есть, переключающейся. То есть, здесь можно нажать хиты продаж и подгрузиться другие. У нас ноль товаров. Супер цена, один товар. Рекомендуем. Здесь тоже один товар. Собственно, можно просмотреть все. Видно, что в наличии товар. Цена. Цена старая, новая. В данном виде маркетинговый прием. Как используются оценки пользователей. Возможность сравнить подробнее. И как раз то, что у нас связано с интернет-торговлей, то есть, чаще всего используется именно в интернете. И появилось, наверное, первым там. Это успей купить. Это таймер отчета, скажем так, что только сегодня вы можете купить по какой-то сниженной цене. Да, скажем, успей купить. То есть, товар в картине сейчас. Очень часто применяется на различных лендингах, в инфобизнесе. Ну и в том числе в магазинах. Ну и также различные новости. То есть, кратко, как контент. Помогаем пользователю, как правильно выбрать халат, как выбрать ночную сорочку. Опрос, скажем так. Кстати, обратите внимание, что здесь товары показаны именно в гривнах. То есть, здесь это украинская валюта. У нас для тех людей, которые закупают товары за границей, которым важна курсовая разница. То, что, скажем, валюты колеблются. То есть, вчера доллар стоил 69, а сегодня 71 рубль. Соответственно, на сайте должна измениться цена. У нас используется конвертер валют, который позволяет динамически изменять цену. То есть, вы загрузили, например, валюте в долларах. То есть, если нужно, покупателю может цена показываться в долларах. Если нужно, она будет показываться в рублях. Причем с учетом курса на текущую дату. То есть, можно заложить с небольшим примером. Можно чуть больше делать на всякий случай. То есть, когда закладывают какие-то еще риски. Так, еще покажу. Вот магазин спецтоваров. Про что я говорил. То есть, одно из первых в наших внедрении. То есть, это Ascelerate.net. Здесь хотел показать, потому что они изменили главную страницу под себя. У них сразу идут спецблоки. То есть, новинки. Категории они свои сделали. Спецпределения, оформленные вещи. И как раз работа с товарами сделана так, что мы видим испытание продукции. То есть, какой-то блок. То есть, что и как. Также УТП. И еще покажу пример внедрения. И перейдем уже к функционалу. Функционал в магазинах. Поиграемся. Идеваем разный функционал. Магазин Freo.com.ua. Это магазин вышивки. То есть, он сделан на шаблоне аппарель. Обратите внимание, насколько отличается магазин по сравнению с типовым шаблоном. Они похожи. Да, но и насколько они отличаются. То есть, для того, что люди заполнили его своим товаром. Поставили свой стиль. То есть, небольшая доработка. В своем слайде есть у нас. Склоним участникам получаю скидку. То есть, соответственно, свои баннеры. То есть, свой стиль. И вот обретите внимание на товары. То есть, здесь, смотрите, совсем другие свойства товаров. Здесь идет тип изделия, схема для вышек или набор. То есть, видите, меняется цена. Как раз то, что я говорил про SQ. То есть, показываем на живых. Размер изделия. То есть, можно выбирать размер. Сейчас посмотрю, есть ли у нас на главной странице изделие с выбором размера. Размер разный, кстати. Вы можете видеть, что размер у них разный, но чаще всего он один. Где-то есть товары, которые с двумя размерами. Можем посмотреть. Показал я вам на то, чтобы вы видели, что вы можете кастомизировать магазин от себя. То есть, свои свойства. Например, если у вас есть какие-то особенности. Например, если это одежда детская, например. Мы можем делать, что одежда для младенцев, грудничков. Можем сделать свойства, что одежда для подвозков и еще что-то. Так, чтобы покупатель мог выбирать по фильтру, какой именно, скажем, какой именно товар ему показать. То есть, собственно, вот они свойства, которые у нас заедены здесь. Например, нам размер нужно 24 на 30. Собственно, вы видите, динамически я ничего не делал. То есть, поменяем с товаром. Сортировка идет по номинованию товара. И сейчас возьму то, что это набор для вышивки. Соответственно, два этих товара осталось. У меня еще 18-4 интересует. Соответственно, сразу стало больше товаров. Мы можем выбирать вид товаров. В том числе, то есть, как удобнее смотреть. Потому что, если вы планируете торговать в формате оптовой торговли, и здесь у нас есть специальные, скажем, опции для такой торговли, например, минимальное количество заказа, табличный вид, то проще заказывать в таком виде. То есть, просто сразу количество и положить в корзину. Вот даже самый короткий вид. Так, сейчас я смотрю, что есть вопросы. Нам надо приходить. Да-да-да, я понял. Пора заканчивать вебинар. Давайте, то есть, буквально сейчас две минуты, я расскажу про отличия вот этих двух шаблонов наших, которые я показывал, потому что я успел только начать рассказывать, честно говоря, увлекся. Смотрите, про вот этот шаблон, который я рассказывал, битроник под одеждой. Я его показывал на примере украинского магазина. У нас есть еще магазины. Здесь такая главная особенность. Главная особенность такая, что мы здесь можем менять дизайн динамический. То есть, без программирования, например. Собственно, я здесь меняю дизайн, сразу видите, там меняется. Варианты шапки. То есть, меню каталога сверху слева. Такое мало у кого есть, в том числе даже дигитальный слайдер. Например, корзину. Мне нравится, когда корзина сверху, и она остается на экране. Сейчас я уйду оттуда, она будет сверху. В том числе, это мало у кого есть. И важно именно для мобильной торговли. То есть, мы можем выбирать, какие блоки нам оставлять на сайте. Например, главной странией. Бывают люди, которым слайдер не нужен. И покажу такой пример. У меня оставляют только спецблоки, чтобы они сразу смотрели. Хиты, новинки, распродажи, то есть, покупали. Минималистичный дизайн. И здесь есть такая плашка для мобильных версий. То есть, мы можем что-то оставить в персональной версии, а для мобильных сделать минималистично. Или наоборот. То есть, в этом плане, что можно очень, скажем так, персонализированно под себя настроить магазин, настроить его внешний вид, настроить его функционал. Сейчас у меня изменилось. Сейчас зайду куда-нибудь еще в каталог. Собственно, закончу уже. Просто открою вопросы. Так. По поводу фильтра. Просто то, что спрашивали. И то, что сделано у нас. Одна из особенностей, это то, что можно сортировать товар под товар, который в наличии. И показывать фильтр только товар, который в наличии у нас находится. Например, который под заказ. Его можно по умолчанию сразу поставить здесь в сортировке, чтобы он был по наличию. Это один из вопросов, который нам задавали, что как, скажем, убрать те товары, которых нет на складе, их можно как минимум показывать в самом конце. Это возможность расширения фильтра. Это часть свойств скрывать, часть показывать и фильтровать. Вообще, то есть, полный функционал это нужно смотреть, скажем, детально. На страничке, например, у нас, romza.ru. Можно зайти на битроник. Либо на marketplace. Вопросы у вас наверняка останутся. Можно позвонить нам на 8800 сказать, что вы с вебинара. Либо по моим контактам в конце. Я последнее, что еще обещал, показать магазин спортивных товаров. То есть, вот тоже, кстати, на битронике сделан у нас. И, наверное, уже буквально 5 минут вопросы. Скажем, контакты и все такое. Магазин TD Sport. Их особенность в чем? Они используют Pro версию нашего решения. Так что, например, если вы из Москвы, вам будут показаны московские цены. То есть, другая будет оценка. Если вы будете из Красноярска, будет показана оценка Красноярска. Это функционал именно битроника, чтобы менять цены в зависимости от города. Потому что рынки различаются, регионы, например, Москва, Питер. И если мы продаем по одинаковым ценам везде, то где-то мы теряем покупателей, а где-то мы срезаем свою прибыль. То есть, например, регионы не могут себе позволить эти цены. У нас на оценку это сильно заложено. А в Москве можно, например, срезать прибыль. Они торгуют, например, тренажерами для бега товарами. Вот как у них заполнен магазин. Обратите внимание на то, что говорили про каталог товаров. То есть, можно торговать хоть чем. Вот люди торгуют новогодними елками. То есть, удерживают своих покупателей. Вот. Теперь, собственно, по моей презентации то, что я хотел закончить. То есть, для всех участников вебинаров, у нас есть пряники, какие-то специальные цены, либо дополнительный модуль в подарок. Если вы будете покупать наши решения. То есть, собственно, есть моя почта, есть телефон. Сейчас ответим на вопросы. Бегом с Никитой. Если что-то останется, то потом уже сделаем. Собственно, это включился звук. На самом деле, я боюсь, что мы уже не успеем ответить, потому что мне уже коллеги стучатся в дверь. У них сейчас следующий вебинар. Мы поступим к следующему. Давай, Никита, откроем дверь и ответим. Ладно, это шутка, конечно. Конечно. Так, мы можем сделать. Смотрите так. Я вижу, что вопросов не так много. То есть, у нас есть возможность, Никита, скажем так, сделать вопросы, которые были, сохранить текстом и потом ответить после вебинара. Да. Я question log сохранил за сегодняшнее число. Я сейчас поставлю уже запись на стоп.